Анатолий Пахомов и Лейла Гондалоева обсудили подготовку Сочи к российскому инвестиционному форуму. Основные мероприятия намечены на 14-15 февраля, но форум начнет свою работу уже 13 числа. В этот день в главном медиа-центре в Олимпийском парке пройдет форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+. Там обсудят повышение к 2030 году ожидаемой продолжительности жизни до 80 лет. Также 13 февраля губернатор Вениамин Кондратьев выступит с презентацией перспективного развития инвестиционных проектов экономических зон Краснодарского края. А еще запланированы мероприятия в рамках Дня молодежного предпринимательства. На инвестфоруме три самых крупных города региона – Краснодар, Сочи и Новороссийск – объединят в одну экспозицию «Умные города Кубани». Сценарий презентации моделирует ситуации, герои которых успешно используют решения, которые предлагает «Умный город». Город Сочи за последний год очень много достижений в этой сфере был признан и получил очень много наград. Мы теперь и входим в Международный клуб умных и устойчивых городов. Мы теперь и пилотная территория «Умный город», которая под программой Минстроя идет. Это будет очень много возможностей и для жителей, и для власти, и для наших туризмов, которые будут... Самое главное, мы возьмем под контроль буквально все – и ЖКХ, и туризм, и это будет давать возможность быстро реагировать властям, быстро реагировать работникам. Все будет доступно и прозрачно. И, конечно, это улучшение качества жизни. Это главная задача, которую перед нами поставил президент Российской Федерации. В Сочи на форуме планируют подписание шести протоколов о намерениях по реализации проектов на сумму более 8 миллиардов рублей. Это «Марина» и всесезонный аквапарк в Лазаревском районе, музей «Северный Кавказ» в Красной Поляне, а также торгово-развлекательный комплекс с аквапарком, реконструкция гостиницы «Олимпийская», строительство лечебно-здоровительного, а также реабилитационного центра ипотерапии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова